В Ульяновском драматическом театре имени Гончарова состоялись показы эскизов, созданных во время режиссёрской лаборатории Олега Лаевского. Сама лаборатория на этот раз называлась «Пушкин трагедии». Мы позвали молодых режиссёров, за исключением, может быть, среднего поколения режиссёра Владимира Золотаря, главного режиссёра этого театра. Это всё ребята молодые. Нам было интересно, как они читают Пушкина, что они увидели в Пушкине. Потому что то, что мы видели, мы уже видели. Есть классические постановки. Сейчас что-то по-другому происходит. За основу сценариев эскизов были взяты четыре пьесы великого поэта, которые принято называть «Маленькие трагедии». Три режиссёра были приглашёнными. Это Филипп Гуревич, Ксения Самодурова и Ярослав Живнеров. Все они – выпускники Гетиса, ученики мастерской Олега Кудряшова. Лаборатория – это попытка попробовать что-то, похулиганить и сделать то, что за порой нельзя сделать для большого спектакля. Всё-таки это эскиз, это большая форма. Небольшое время, и можно туда проверить все твои придумки, задумки, посмотреть, что работает, что непонятно, послушать зрителя, послушать Олега Семёновича. У всех участников лаборатории была возможность выбрать пьесу. В результате Филипп Гуревич предпочёл «Скупого рыцаря». Ксения Самодурова остановила свой выбор на пьесе «Моцарт и Сальери», а Ярослав Живнеров сделал эскиз по пьесе «Каменный гость». Четвёртую пьесу «Пир во время чумы. То, что осталось», взял главный режиссёр театра Владимир Золотарь. Это стало исключением из правил лаборатории, поскольку, согласно её законам, режиссёр должен быть незнаком актёрам. У лаборатории другая цель. Это, в общем, в первую очередь тренинг, с одной стороны, для режиссёров, и с другой, и, может, главной стороны, для труппы. Вот этот стрессовый опыт очень короткой работы над большим материалом с совершенно незнакомым режиссёром. Поэтому, с какой-то, например, стороны я благодарен в данной ситуации, так сказать, тому, что мне осталось в первое время чумы, потому что он позволял хоть какую-то незнакомость, потому что я с этой труппой, как там, скажем, музыкальный режиссёр, не работал. Как сказал Владимир Золотарь, у него большие виды на продолжение этой совместной работы четырёх режиссёров. По его мнению, маленькие трагедии Пушкина украсили бы афишу любого театра. Поэтому уже в конце сезона запланирована постановка такого большого спектакля, состоящего из четырёх трагедий. Ирина Антонова, Александр Кудряшёв, Уллправда ТВ.